Об адресной помощи ветеранам и участникам боевых действий говорили сегодня представители общественных движений Сергеем Гапликовым. В ходе встречи также поднимались темы активного общественного обсуждения при разработке нормативных актов, участие ветеранов боевых действий в работе по патриотическому воспитанию детей и молодежи, взаимодействие со средствами массовой информации. Подробнее Максим Васильев. Встречу с ветеранами боевых действий Сергей Гапликов начал, что называется, с чистого листа. Отмена региональных льгот для членов семьи ветеранов – мера вынужденная. Приношу свои извинения, хотя, насколько меня оставили в известность, все соответствующие ресурсы были задействованы для обсуждения. Значит, да, наверняка, не до каждого, может быть, условно говоря, дошли из многотысячной армии наших коллег, и в большей степени, конечно, тех, кого непосредственно касаются эти изменения. Ну, еще раз говорю, коллеги, дайте так, у нас же достаточное количество взвешенных, взрослых и, так сказать, ответственных людей. Да, если они присутствуют на тех или иных, так сказать, совещаниях, координационных советах, либо, так сказать, имеют какую-то информацию с точки зрения, так сказать, размещенных ресурсов и так далее. Ну, возникает тема, значит, ну, все же не в безвоздушном пространстве находимся, да. Ну, значит, нужно сразу информировать. В трудные времена мы всегда подставляли государству свое плечо, отвечали руководитель региона, ветераны. Готовы подставить и сейчас. Патриотизм для нас не пустой звук. Те 50-40 человек, которые мы знаем, то есть нагнетают эту обстановку, ну, у нас 9 тысяч ветеранов. И эти 30-40 человек не могут говорить за всех 9 тысяч. Поэтому остальные все понимают. Многие понимают, многие знают. Предел гибкости закона об отмене льгот позволяет говорить об адресной помощи особо нуждающимся. Понимание в этом вопросе стороны нашли, да и не могли не найти. Строка в биографии руководителя региона о службе в спецподразделении тому подтверждение. Поэтому и обращался к гостям Сергей Гапликов по-свойски, коллеги. Корректировка закона вполне допустима. Прорабатывать вопрос теперь будут депутаты госсовета. На ближайшие сессии мы еще этот вопрос до конца не проработаем, и он не будет рассмотрен. А на следующей сессии уже будет вынесено определенное решение. И я думаю, изменения в законодательство будут несены. Вот в положительную сторону в основном рассматривается адресная помощь. Вот в этом ключе. Еще одна ключевая тема – выдача ветеранам земельных участков под жилищное строительство. Сергей Гапликов идею поддержал, но и ее отправил на доработку. Здесь все должно быть тщательно рассчитано и спланировано, как в армии. Максим Васильев, Николай Богданов, телеканал Юрган, Сыктывкар.